Мы встречаем аплодисментами Александра Капера! Известный бегун-путешественник Александр Капер встретился с владимирцами. Общественный деятель и бизнесмен совершает длительные забеги с 2014 года, но в этом году он впервые решился на международное путешествие. За 200 дней Александр планирует добежать от Москвы до Пекина. Основная задача этого забега ставлю разрушение стереотипов, которые сложились в нашем русском человеке за рубежом. То есть если его представляют раньше, как человек, который ведет социальный образ жизни, агрессивный, но это ведь неправда. Сотни тысяч спортивных, сильных людей живет в нашей стране. Вы на самом деле, кто пришел, вы и есть лицо нашей страны. Маршрут забега проходит через 16 российских регионов и территорию трех государств – Россию, Монголию и Китай. И в каждом городе Александра уже ждут поклонники здорового образа жизни, готовые совместным стартом поддержать его инициативу. Всего спортсмену предстоит преодолеть 9 тысяч километров. 200 из них уже позади. Бегун признается – это самое подготовленное его путешествие. У Александра есть машиносопровождение – дом на колесах, где он может отдохнуть в любое время. Уже с сегодняшнего дня я вхожу в такой темп, то есть все не получалось. Я для себя изначально запланировал, что я буду спать днем. То есть я буду делить дистанцию на две части. Вот пробегать 20 километров, отдыхать, ложиться спать, кушать, просыпаться через 3-4 часа и опять бежать дальше. Я понял, что у меня сейчас новое самое крутое путешествие в моей жизни. И я в него отправился, знаете, как к Богу в гости. Иду и смотрю на красоту этого мира. Бежит спортсмен налегке. В его рюкзаке только бутылка с водой, кошелек и GPS-маяк, по которому любой желающий может отследить его местонахождение. Остальное в машине. В том числе более 20 пар спортивной обуви. В течение дня кроссовки менять приходится 4 раза. Финансируется проект на средства Гранда, а также личные деньги Александра Капера. По итогам путешествия будет снят фильм. Татьяна Гордева, Александр Горшков, Губерния, 33.